Снова всем здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня выполняю расклад по вашему запросу. Написала мне девушка в комментариях на YouTube, попросила выполнить расклад для свободных людей, неважно мужчины или женщины, какой новый человек будет на пороге, либо когда состоится новое знакомство. Часто очень просят сделать расклады, когда будет будущий муж, каково новое партнерство и так далее. И вот сейчас хочу высказать свою точку зрения на такие расклады и объяснить, каким образом мы с вами будем работать. Итак, вне зависимости от того, женщина вы или мужчина, хочу внести какие-то коррективы, объяснить вам, думаю, те вещи, которые вы сами знаете. Не всем по судьбе дано в обязательном порядке выйти замуж. Партнерство, да, безусловно, может быть. Может быть и гражданский брак. Но так как вы будущий муж или будущая жена, не обижайтесь, пожалуйста, но это смешно. Потому что если бы так имело место быть, не было бы столько одиноких людей. Поэтому, как мы будем работать? Сегодня я выложу 8 карт-сигнификаторов, которые будут показывать, состоится ли у вас в течение ближайшего полугода, надалее рассматривать не будем, новое знакомство и новое партнерство. Если да, то какой человек что из себя представляет? Если нет, то почему? Что это ему мешает или каковы факторы? Мне кажется, это будет самый правильный подход и оптимальный вариант, потому что когда снимают расклады будущий муж, какой он будет и так далее, но немножечко меня это умиляет и смешит, по той простой причине я вам объясняю. Не может быть от ценой гарантии, что у всех будет будущий муж. Тогда бы у меня не было на консультациях столько одиноких людей, как мужчин, так и женщин. Я понимаю, что на текущий момент это бич нашего времени. Вот поэтому действуйте всегда с позиции разума. Работать сегодня буду с Голден Таро, с Золотой Таро Кэт Блэк, под ее редакцией. Замечательная такая колода с золотым срезом. Так, ну я думаю, как вы уже знаете, работаю я на прямых и на перевернутых органах. То есть, чтобы убедить колоди как прямые, так и перевернутые. В среднем в соотношении 50 на 50. То есть, если в вашем варианте падают перевернутые карты, значит, таким образом идет к вам информация. Итак, напоминаю. Первоначально выкладываю 8 сигнификаторов. Посмотрим, будет ли у вас партнерство в течение ближайшего полугода. Расклад универсальный для мужчин и для женщин. Поэтому не спрашивайте меня, какой это расклад, почему вы не делаете для мужчин. Кстати, сегодня пока тут в свою колоду написали мне в комментариях, что сделать ли по вашей просьбе тероскоп недельный. Никогда не делала, но как пробный решила выполнить. Делала в одном видео для всех знаков зодиака. И мне написали, что все чужие, блаши и так далее. И вообще нужно в идеале делать для мужчин и для женщин отдельно, еще и на каждый знак. Родные мои, если бы я могла физически, я бы это делала. Но если я еще буду делать для мужчин и для женщин, еще для каждого знака зодиака, мне просто никогда будут спать. Поэтому уж извольте, выполняю как есть, по мере своих возможностей. Итак, пожалуйста, настраивайтесь, проговаривайте свое имя, дату рождения. Концентрируйтесь на вопросе, проговаривайте про себя вопрос, я буду проговаривать про себя, да. А именно, состоится ли у вас партнерство или новые отношения в течение ближайшего полугода. Ну, давайте смотреть. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой варианты. Так, пожалуйста, определяйтесь, кому мало времени для того, чтобы выбрать вариант или сосредоточиться. Вы мне тоже об этом писали. Я как бы крайне мало вам даю времени для того, чтобы сосредоточиться. Нажимайте, пожалуйста, видео на паузу, потому что вы ждете по 2-5 минут, но смысл в этом. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, состоится ли у вас знакомство в течение ближайшего полугода. Так, дорогие мои, ситуация двояка. Либо вы слишком многого хотите, или рыбку съесть и все остальное, на текущий момент вы в семье. Возможно, семья вас не устраивает, но вы ждете каких-то новых партнерских отношений. Или же здесь все-таки отношения могут привести к семье. Давайте посмотрим. Что же у вас тут такое? Итак. Да нет, товарищи. Ну, я не знаю, кто смотрит. Если вы действительно выбрали свой вариант, либо кто-то пытается меня проверить. По первому варианту вы уже состоите с кем-то в отношениях. И на ближайшие полгода дорога вам закрыта. Видите? Нет перспектив новых отношений, построения стабильных. Я не говорю просто каких-то флиртов и так далее. Мы сейчас говорим о серьезной связи, которая может перерасти в нечто большее. Давайте посмотрим, почему, по какой причине. Так. Ну, по той простой причине, что, во-первых, никто вас не зажжет эмоционально. То есть нет искры, нет запала. Ну, тогда знаете, когда может быть и поклонников много. Но вот никто не цепляет. Это, знаете, общение максимум от скуки. Но не более того. Поэтому, если вы здесь рассчитывали на продолжительные и длительные отношения, нет. Неважно, мужчина или женщина. Это максимум, как я говорю, общения с кем-то постольку-поскольку. Но не более того. Поэтому, увы, для тех, кто здесь выбрал первый вариант, ситуация двоякая. Либо многого хотите, так как в отношениях в браке. Либо же, как говорят карты, время еще не пришло. Потому что вы нацелены на создание семьи по десятке пентаклей. А таковых кандидатов в вашем окружении на данный момент нет. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Состоится ли? Ну, здесь однозначно да. Как говорится, сам Бог велел. Видите, попожок кубков-то. Новое знакомство. Новые эмоции. Влюбленность. Романтика. Вот все это будоражит. Страсть кипит. Давайте посмотрим, что же будет представлять из себя человек. В плане его характеристики. Так. Ой. Ну, тут у вас будет просто, знаете, как говорится, роковая страсть, роковое влечение. По дьяволу у вас будет бешеная зависимость. У человека к вам будет бешеная зависимость. Не важно, кто смотрит, мужчина или женщина. Вот это ваш партнер. Это, знаете, с виду человек может быть невзрачный. Но, ты знаете, это как бешеная харизма. Это темперамент. Это вот нарочитая сексуальность, которая просто вот прет из человека. Я же говорю, не важно, мужчина это или женщина. Это вот такой вот нереальный магнетизм. Вот просто, как вомать с головой. Поэтому здесь, кстати, человек может еще хорошо ставить финансово на ногах. Иметь прочную финансовую базу. И с позиции отношений, но это залипнете по самое не хочу. Так. Ну, смотрите, по пажу жезлов. Либо все-таки общение будет по переписке, либо в дороге. Либо можете познакомиться с человеком. Здесь издалека, что тоже говорят карты. Так. Смотрите. Человек, возможно, скрытный. Скрытный в каком плане? По семерке мечей. Может, помимо вас, рассматривать еще каких-то кандидатов. Ну, то есть, с целью сопоставить, кто же лучше, кто же подходит. Но, в целом, по итогу, что здесь? Любовь к наркотке у вас. Здесь я не вижу любовного треугольника. То есть, если человек взял выбор, этот выбор будет правильный. Потому что в связке этих арканов, которые у вас падают, это действительно обретение своей половины, своего партнерства. Поэтому всем, кто выбрал второй вариант, я вам искренне от души желаю, пусть именно у вас это сбудется. Вы этого достойны, вы это заслужили бы очень долго, этого ждали. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Что же, что же. Но у вас король кубков, мужчина водной стихии, рак, скоропион или рыбы. Однозначно да. Поэтому, кто ждал, дождетесь. Мужчины, если, скажем так, вы смотрите на женщину, по этой карте вы будете инициатором. Вы, возможно, проявите кому-то инициативу, познакомитесь. Потому что, если брать с позиции знакомство, по королю кубков это море эмоций, это влюбленность, это романтика. И здесь однозначно знакомство у вас состоится. Давайте же у вас смотреть на характеристику личности. Что тут у вас за фрукт попадется. Так, ой, ну вот знаете, особенно это касается девочек. Мужчины, не обижайтесь, но вот я вам скажу, больше с позиции тут все-таки мужская энергетика идет. Это, знаете, вот такой мужик-мужик. Я сказал, я сделал. Ну, то есть, это мужчина стабильный, надежный, вот с которым как за каменной стеной, самодостаточный. Который, безусловно, будет вам навязывать ряд своих ограничений. Но, знаете, многим из вас такого хочется. Вот такой, чтобы, знаете, стукнул кулаком по столу. И сказал, все, Ирка, никаких там подруг, сидишь дома, общаешься со мной. Ну, это так утрировано, образно, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что женщины на текущий момент очень устали от слабых мужчин. Если здесь смотрит мужчина, то у вас, знаете, будет барышня такая, мужик в юбке. Как сказала, так отрезала. Так, ну, по девятке кубков эмоции здесь будут через край, физическая тяга и безумный секс. Причем по девятке кубков вы будете идеально сексуально совместимы. Потому что вообще это карта любовных утех. Карта, скажем так, плодородия. Смотрите, потому что здесь можете и на куры лисить. Так, ну да, можете, потому что по Пашу Пентакли как бы здесь зачатия не было. Но смотрите, если в целом, что вас здесь ожидает. По Пашу Пентакли это новые отношения, которые принесут вам новый опыт. Причем опыт, которого у вас не было ранее. И вы будете трудиться над этой связью. Более того, здесь у вас очень большие перспективы в плане развития этих отношений. Потому что по тройке жезлов они имеют будущее. Мужчина, кстати, здесь тоже по тройке жезлов может быть издалека. Или женщина. Так что вот такой вот здесь расклад. Поэтому всех, кто выбрал третью позицию, я тоже вас искренне поздравляю. Так, ну что, четверочки, что же у вас тут? Так, смотрите, перевернутая девятка мячей. Попытка перебороть страх одиночества, выйти, это ситуация стагнацией. Давайте все-таки я уточню. Оправдаются ли ваши вот эти вот усилия? Скажу нет. Объясню почему. Перевернутая колесница, вы сами пока не знаете, чего хотите. Либо вы не видите мужчин в своем окружении, либо вы не можете все-таки перебороть свои внутренние блоки, либо вы не понимаете, чего вы хотите, либо конкретно кого вы хотите. Сейчас объясню почему, как можно кого-то конкретно хотеть. Но все равно у каждого из нас сформирован образ человека, либо тот набор качеств, который мы для себя хотим, либо желаем видеть. А у вас как такового его нет. И вы мечетесь, знаете, вот может быть много общения, много поклонников, или тот, либо хороший, и этот. Но толку нигде нет, потому что вы сами не понимаете, чего вы ищете. Ну не знаю, там, вы ищете мужчину рокера, либо вы ищете мужчину, который там играет на скрипке, либо мужчину коллекционера, либо мужчину повара. Вам, знаете, тут уже такое ощущение, вот лишь бы за кого-то зацепиться с той целью, чтобы прочувствовать вкус новых отношений. Но не с позиции того, чтобы осознанно обойти эту связь. Да, вы не готовы. Видите, перевернутый жрец, это называется формат лжеотношений. Когда вы заведомо вступаете в те отношения, в которых вы понимаете нет будущего. Ну сейчас я вам объясню. Это когда мужчина вам улыбнулся, сделал комплимент, все, вы уже растаяли, поплыли, назвали утрированно ваших детей и ваших внуков. Хотя на подсознательном уровне понимаете, ну что это вообще не ваш пассажир, не ваш вариант. Но все равно вы упорно за него цепляетесь, потому что, а вдруг это мой последний шанс. Вот у вас в корне неправильная позиция. Неважно, мужчина вы или женщина. Меняйтесь внутренне. Здесь не только нужно бороться со страхами в плане одиночества, но и внутренними блоками. И в первую очередь любите ценить себя. Прорабатывайте это с психологом, коучами личностного роста. Тем более сейчас на ютубе таких масса, на вкус и цвет. Ищите, работайте над собой. Пока вы этого не сделаете, здесь у вас все отношения будут какие-то шаткие. Любое общение не будет приносить вам плодов. На данный момент здесь именно проблема заключается в ваших внутренних блоках, в вашем мировоззрении. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант, давайте смотреть. Ой, а здесь вы переживаете очень большую стагнацию, тяжелый кризис. Знаете, вот вас прибило. Прибило старым разрывом, либо старыми болезненными отношениями, от которых вы еще не отошли. Я вам скажу так. Сейчас мы, конечно, посмотрим, дотянем, но вот уже по первому аркану. Когда могут быть в вашем окружении кандидаты, или уже имеются на текущий момент, но вам не до них. Вот вы настолько эмоционально залитли в свои боли, что вы просто никого не замечаете. Пусть он хоть там будет или она, 7-5-й болгу, вам все равно. Вам старого подавайте. Вот со всеми его недостатками. Это когда сердце очень сильно за кем-то болит. Давайте смотреть, что же здесь и как здесь. Почему? Почему нет? Да вот, потому что вы сейчас в роли жертвы. Вы оплакиваете либо те отношения, которые ушли, либо все-таки вы не можете отвязаться, отказаться от прошлого. Хотя пытаетесь, но вот вы знаете такое. Скажу так. Здесь действительно нужно время, либо ваше желание и усилие переключиться на нечто новое. По карте императрица у вас есть перспективы возрождения, восстановления, есть перспективы стать супругой, иметь плодотворные отношения. Но вам действительно здесь нужно время. Нужно восстановиться, восстановить свою женскую энергетику. Потому что у вас она сейчас просто разбита в пух и в прах. Касаемо мужчины, женщина придет, но впоследствии, но точно не в течение ближайшего полугода. Здесь у вас нужно, знаете, как опрянуть от прошлых связей. От того, что у вас произошло. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Ну что ж мне вам сказать. Если вы мужчина, то ждет вас барышня воздушной стихии. Это водолей, близнецы или весы. Если все-таки вы женщина, смотрите на мужчину. Сейчас карта показывает, что вы находитесь в состоянии какой-то стагнации, одиночества. Либо вы в целом не готовы менять свой образ жизни. Это потому что вам так комфортно. Давайте посмотрим все-таки. Что же здесь у вас? Каковы перспективы нового знакомства? Вот это, знаете, вот, пожалуйста, ситуация. Быть или не быть? То есть все-таки стоит ли менять что-то в своей жизни или не стоит? Потому что это, знаете, как и хочется и колиться, и мама не влит. Вы не понимаете, блин, а нужно ли мне это? Мне уже так комфортно одной. Вы как-то боитесь, либо не хотите что-то менять в своей жизни? И вот, нет, на ближайшие полгода нет. Здесь тоже нужно прорабатывать свои какие-то взгляды, свои убеждения. Потому что здесь вы слишком закрылись и закопали в себе, в работе, в быту, в своих хобби. Вам как-то тут не то, что не до мужчины. Вы полностью закрыты, сосредоточены на себя, если смотрит женщина. Если здесь мужчина, то будет выбор между этой женщиной и какой-то еще. И вот, например, ставка на эту женщину, на воздушные стихии, она приведет к поражению. Но вы по итогу выберите другую, которая может подвернуться для вас совсем неожиданно. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, по девятке жезлов. Ну, отстаивайте свои интересы. Но вместе с тем вы там, знаете, как эмоционально закрыты. Давайте смотреть, что же здесь у вас. Ко всем относитесь предвзято с суждением, потому что слишком мы ранены в прошлом. Вы боитесь новых отношений, вы пока к ним не готовы. Потому что вы боитесь повторения опыта прошлых связей. Ну вот, понимаете, вот у вас был подрыв фундамента ваших отношений. Я сейчас вам покажу прямое положение, видите. И, кстати, у многих это может ознаменоваться, знаете, как попытку от закрытости. Потому что произошла ситуация бракоразводного процесса. Либо разрыва отношений, от которого вы тоже еще не отошли. Ну, давайте все-таки посмотрим ваши перспективы на полгода. Имеют ли они место быть? Нет, к сожалению, по пажу мечей, это, знаете, максимум найти себе какого-то соратника, либо друга по общению, по интересу. Но это никаким образом никакая любовная связь. Поэтому семерочки извините, но на текущий момент нет. Так, восьмой вариант. Что же у нас, что здесь нет? Крушение панов или надежд, либо разочарование в тех кандидатах, которые у вас будут присутствовать в рамках этого времени. Опять же, повторюсь, неважно вы мужчина или женщина. Давайте смотреть, почему. Да потому что, либо у вас уже есть ситуация любовного треугольника, который вам уже, знаете, как подперек горла. И не до новых отношений, вам бы хоть здесь разобраться. Либо то, что вам будут предлагать. Это будет формат любовного треугольника, который вас не устраивает. Ну вот, видите, да, смерть. Нет, на ближайшие полгода называется, разберитесь с тем, что происходит на текущий момент вашей личной жизни. Потому что, во-первых, поэтому Аркан, это знаете, когда происходит разочарование в мужчине, потому что его слова не совпадают с его поступками. Так же, собственно, как и для мужчин. Когда вот вы выбрали себе даму сердца, понимаете, что не то, все не то. И пытаетесь с кем-то сравнивать, сопоставлять, либо она вас с кем-то сравнивает. Но по итогу это бесполезная трата времени и сил. Но опять же, если вы правильно настроились и выбрали свой вариант. Ну вот таким сегодня вышел расклад. Не знаю, как он у нас впоследствии отыграется. Пишите, пожалуйста, давайте обратную связь. Я действительно ценю ваши комментарии, я от них не отмахиваюсь. Единственное, что не всегда у меня есть возможность вам ответить вследствие своей загруженности. Поэтому я, может, это не совсем верно, но все-таки делаю вам в приоритете запись новых видео, нежели ответы на комментарии. На комментарии тоже отвечаю, но впоследствии. В основном отвечаю на ваши запросы касаемо заявок. Постараюсь это устранить и исправить. И своевременно вам отвечать. Во всяком случае буду стараться. А я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok